Литва подписала договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Россией в 1993-м, а с Белоруссией в 1994-м году. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину всякое сотрудничество со страной-агрессором сошло на нет. Теперь Вильнюс намерен зафиксировать это документально. МИД Литвы уже обнародовал проекты постановлений о разрыве торговых отношений. После принятия проекта в постановлении о денонсации правительство Российской Федерации и, соответственно, правительство Республики Беларусь будут проинформированы о решении о расторжении соглашений по дипломатическим каналам. Из сообщения Министерства иностранных дел Литвы. В публикации ЛРТ. Одностороннее расторжение торговых отношений с Россией и Белоруссией не может навредить экономике Литвы, уверены эксперты. После того, как государства Балтии вступили в Европейский Союз, надобность в подобных договорах отпала. Есть понятие режима наибольшего благоприятствования в торговых отношениях. Когда создаются специальные межправкомиссии, которые рассматривают любые возникающие торговые противоречия. Оно не работает уже больше 10 лет. Раз комиссии не собираются, то уже никаких вопросов не рассматривается. И этот договор, он абсолютно пустая бумажка. Вести бизнес с агрессором Вильнюс, как и Евросоюз, в целом не намерен. Это не партнер, а угроза, уверен министр иностранных дел Литвы. Габриэль Усландсбергис предупредил, Россия может напасть на страны НАТО в любой момент. Самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Мы надеемся, что Россию могут остановить украинцы далеко за тысячи километров от Германии или Литвы. Но реальность такова, что Россия может мобилизовать еще 400 тысяч военных. Они производят новые танки и новое оружие. У нас очень агрессивный сосед, который намерен испытать НАТО. Мы должны подготовиться к этому. Габриэль Усландсбергис, министр иностранных дел Литвы, в интервью изданию ЦДФ. По словам главы литовской дипломатии, ждать, когда Российская Федерация нападет, не имеет смысла. Фактически каждое европейское государство может подвергнуться агрессии. Европа должна защищаться. А поэтому прежде всего необходимо усилить военную помощь Украине. Ландсбергис призвал Германию предоставить Украине ракеты «Таурус». Так она сможет получить военное преимущество на поле боя, считает дипломат. Украина нуждается в «Таурус» по стратегическим причинам, чтобы получить преимущество над Россией. У Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы предоставить Украине. Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, в интервью изданию ЦДФ. О новых формах поддержки Украины намекнул министр обороны Литвы. В интервью ЛРТ пояснил, европейские страны уже предоставляют Украине финансовую и военную помощь, но могут быть и другие формы поддержки. Конкретизировать не стал. Заявил, лучше, если это будет сюрпризом для России.